Всем привет и добро пожаловать на мой канал All That Lily Rids, где я рассказываю о книгах, которые читаю и планирую прочитать. Я открываю серию новогодних влогмасов, и поэтому сегодня мы отправляемся с вами в Икею, чтобы закупиться украшениями для дома. Погода на Кипре не очень располагает, конечно, к таким новогодним покупкам, но сегодня пасмурно, и поэтому можно словить хоть чуть-чуть какой-то зимний вайб. Икея встречает нас просто какими-то нереальными украшениями. Уже отвыкла я от этого интерьера, наверное, за несколько лет. Прошлый Новый год мы провели в Армении, и там Икеи не было, поэтому я пропустила новогоднюю коллекцию до 2023. Но сегодня я планирую посмотреть все новогодние украшения, которые только будут, и заметить каждая деталь. Я думаю, что большинство из них будут касаться, естественно, новогоднего стола, какого-то декора просто для дома. И, естественно, я буду обращать внимание на книги. КОНЕЦ 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 Конечно, декор во многих местах здесь повторяется. Одни и те же гномы, одни и те же венки, одни и те же звездочки. Но все равно как-то в разных интерьерах очень интересно посмотреть, как можно это обыграть. И вот, например, есть адвент-календарь. То, что я, по-моему, ни разу не видела в Икее. Наверное, что-то новенькое. КОНЕЦ КОНЕЦ Естественно, после того, как мы прошли полпути, мы остановились в ресторане, который просто шикарно украшен. Сразу создает какую-то новогоднюю атмосферу. Все эти блюда знакомые, любимые уже давно. И если смотреть из окна только в верхнюю часть, где вот эта серость и белая, кажется, что точно зима. После ресторана мы спустились уже во вторую часть Икеи. Она находится на первом этаже, на нижнем. Там уже расположена всякая мелочевка, какие-то кухонные принадлежности, текстиль. И там уже есть, где разгуляться, конечно. Бросается в глаза обилие красного цвета. Он везде. Почему-то не особо много зеленого. Какого-то белого, серебряного. Кажется, что Икея выбрала красный цвет цветом года 2024. Кажется, что Икея выбрала красный цвет цвет цвета. Еще заметили вот такую машину. Правда, непонятно, как она работает. Но, кажется, на ней можно было сделать вышивку кастомную для подушек каких-нибудь или чехлов. И вообще первый этаж был намного богаче по различным инсталляциям и выставкам. Шапка Санта-Клауса здесь тонюсенькая. На Кипре не нужна теплая. Еще я заметила, что во многих украшениях используется принт петуха или что-то из соломы. Я не совсем поняла, к чему это. Может быть, какой-то местный обычай. Какое-что-то связанное с рождеством. Но интересно посмотреть на это. Почему-то в основном все вот эти новогодние вещи находились уже под конец Икеи. Может быть, как мелочевка, которую ты набираешь на кассе супермаркета. И все фонарики, свечки, какие-то гирлянды, они все находились именно в конце, на специальных стендах. Очень много разных гирлянд. Большинство из них, я кажется, либо не обращала внимания, либо вижу в первый раз. И как-то сложно сделать свой выбор. И как только я подумала, что мы, скорее всего, уже дошли до кассы на финишной прямой, я увидела, что перед кассами стоят просто огромные полки, уставленные еще какими-то новыми интересными игрушками, новогодними украшениями. И, естественно, я пошла по каждой из них, чтобы посмотреть, что есть интересного. Елочные украшения просто покорили мое сердце. Все такие красивые, яркие, сочные. Как видите, реально все красные. Ну, вон там чуть-чуть есть зеленые. Естественно, после касс я направляюсь сразу в продуктовую часть Икеи, где можно купить какие-то вкусняшки и интересности, особенно в новогодней тематике. И пока мы гуляем. Гуляли здесь, естественно, уже стемнело, все очень красиво горит, и мы едем домой. Я решила сделать все-таки распаковку сегодня, показать вам, что мы в итоге купили. Это стул на балкон. Вот. Такой красивый стулчик. Поставлю сюда. У нас есть несколько даже балконов. У нас три балкона. Я почему-то, пока была жара, я совершенно не хотела на нем сидеть. Естественно, там душно, неудобно, солнце. Даже когда был вечер, особо не стихало. Это душнота и погода. Но недавно я вышла на него и поняла, что мне там абсолютно комфортно. Я там посидела, послушала подкасты даже несколько, и решила, что все-таки нужно как-то его обустроить, чтобы на нем удобно было сидеть. Очень понравилось, что он деревянный, устойчивый. И к нему, что приобрели подушечку. Такую сочную, яркую и приятную очень. Мы купили коври, потому что на Кипре вообще в квартирах в основном очень часто используют плитку, кафель в качестве напольного покрытия. Когда становится холодно, тогда становится холодно ногам очень сильно. Поэтому мы решили и под кухонный стол, и рядом с кроватью добавить коврики. Следующая покупка – это вот такой контейнер для хранения сетевого фильтра. И контейнер, в котором просто нужно что-то хранить, какие-то мелочи. Из неновогодних покупок еще один коврик – салфетки. Это икеевская классика. Как можно уйти без салфеток? Но кажется, что остальные покупки будут новогодними, поэтому я сейчас расчищу пространство. Итак, первая вещь. Она не совсем новогодняя, но это скоро пригодится. Следующую покупку нужно, наверное, скопом как-то показывать. Это знаменитые звездочки икеевские. У нас таких никогда не было, мы их не покупали. Я не помню, почему. Ну, обходили их стороной, может повисеть некуда было. А здесь я их увидела, подумала, что у нас из-за того, что гиперактивный код, скорее всего, мы не будем елку как-то вешать. Поэтому можем взять такую вот звездочку. И к ней, естественно, нужен целый набор. Вешать тут тоже как бы некуда особо сверху, как они обычно висят где-то показано. Поэтому мы решили, что, возможно, ее поставим просто вот на такой постамент. И, конечно же, к ней нужны лампочки. Следующая тоже по части украшений – это гирлянда. У нас была абсолютно просто замечательная гирлянда, которая осталась дома. Она мне очень сильно нравилась. Она просто была такая нежная, ненавязчивая. Золотая тоже. Чем-то вот эта на нее похожа. Поэтому я, наверное, взяла. Тоже у нее блок отдельный идет, что очень удобно. Не надо розетку вести. Питание от батарейки. И вот у нас вот такие звездочки. Какими-то светодиодами. Да, котик обязательно должен присутствовать при распаковке. Что-то нужно, сэр? Тонцов тут нет. Это что за косямба? У нас все снимается на камеру. Тоже связано у нас с украшениями. Это вот такие замечательные игрушки. Я их сразу заприметила, как только вошла в Икею. Они висели на елке оформления. Потом они постоянно попадались мне в качестве декора тоже, но я так не поймала, где их купить. Оказалось, что на самой дальней точке вообще самой Икеи, на кассах, они и были. Такая вот красотень. Такие вот прекрасные гномики. У них в руках почему-то яблоки и колосси. Не знаю, что это именно означает. Но, по-моему, они из всех фигур были самыми симпатичными. Даже не знаю, куда я их повешу. Наверное, просто какое-то украшение будет по дому. Либо расставлено, либо повесим. Не считает. Следующая гирлянда. Ну, посмотрите, какая замечательная. Может до 14 февраля, мне кажется, и висеть, и висеть, и висеть. Очень плотненький такой кантон. Приятный. Тоже будет приятно почесать свои зубы об него. Я уже украшаю кровать, похоже. Покупка для настроения зимы. Все, вы видите, в одной цветовой гамме оформленную в Икеи. По крайней мере, я раньше этого не замечала, что они любят очень вот этот винный бордовый цвет. Теперь нужно это вскрыть. Ой-ой-ой-ой. Это что за дельфины? Это свечка с запахом яблока и корицы. Именно такой вкус у пирожков, которые здесь продают в Макдональдсе. Яблоко. Что-то типа штруделя. Такое яблочко. И такая свечка. Даже если я использую свечку, она выкройка до конца, то я могу использовать это для хранения каких-то мелочевок. Следующий еще такой major decor. То, что, мне кажется, будет задавать атмосферу во всей комнате, где бы мы это не поставили, как звездочка. И это должно быть такая инсталляция небольшая, выполненная из дерева и, по-моему... А нет, наверное, она выполнена все-таки из металла. Как вы видите, там должно быть елочки, домики. И это все светится. Это, кстати, и правда деревянные. Все, что связано с кухней, этого не особо много. Тоже, посмотрите, та же самая серия. Не могла совсем пройти мимо этих вот формочек. Вообще, кексики пекла давным, очень давно. Но как только увидела эти формочки прекрасные, подумала, что, наверное, замечательное новогоднее настроение. Они должны обеспечить. Нужно попробовать их сделать. Наверное, покажу, когда буду выполнять все-таки эти кулинарные работы свои. И мы их тогда с вами распакуем. И заключительная, замечательная вещь. Точнее, набор целый, который я приобрела. Я их видела неоднократно в России. Все время посматривала. Но почему-то не брали. Не знаю почему. Наверное, потому что там и тогда город было полно дома. Какого-то дополнительного настроения новогоднего не нужно было создавать. А здесь я решила, что можно заняться созданием. Этого прекрасного домика. Из имбирного печенья, по сути, да? Это, наверное, имбирное печенье переводится. К нему, естественно, клей. И декор-кит. Почему купила и это, и это? Я не знаю. Не совсем поняла. Это просто белый декор. Вот эти тут штучки. Внутри, в наборе. Или это тоже клей. Вот, в общем, на всякий случай купила и то, и то. Поэтому будем с вами строить небольшой домик. Вот что в итоге у нас получилось. По распаковке. Эксперт в распаковке устал. Решил прилечь. Отдохнуть. И теперь... А, я забыла. Посмотрите, я забыла, что. Выложила и забыла. Это брусничное варенье. Джем, точнее, да? Но тоже, посмотрите, все. В одну цветовую гамму. В одну цветовую гамму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!